Друзья, всем привет! С вами Натали. Ну вот пошла четвертая неделя, как мои красолы подсушивают свои стволики. Почему пришлось резать корни этим красолом, вы можете узнать, зайдя в плейлист блог о четырех красолах и посмотреть первую часть. Либо ссылку на первую часть я оставлю в описании к этому видео. Подсушиваются мои красолки на балконе в самом тенистом углу. Солнце сюда заходит только к вечеру. Температура в тени сейчас у нас градусов 27-28. В ночи температура спускается до 20 градусов. И вот в таком положении сушатся красолы. Смотрите, срезы не касаются дна. И, к сожалению, это все, что осталось от двух красол триколор. Ну, по крайней мере, удалось что-то спасти. Сейчас я вам все подробно покажу и расскажу. Вот так на сегодняшний день выглядят срезы взрослой красол. Подсыхают они прекрасно. Несмотря на то, что комбиальное кольцо немножечко потемное, это ни о чем, в данном случае ни о чем не говорит. Так как ствол очень плотный, не было никакого увядания. И, как вы видите, ствол начал трескаться. Это признак того, что воспаления внутри нет. И ствол подсыхает, срез ствола подсыхает очень хорошо. Толщина этого ствола около 4 сантиметров. И этого 3 сантиметра. Именно поэтому сегодня я не буду ставить эти красолы на укоренение. Это еще очень рано. Я дам срезам подсохнуть еще, наверное, недельки 3-4. Чтобы в общей сложности прошло где-то полтора-два месяца после среза. Почему я это делаю? Потому что, с одной стороны, кажется, что уже все подсохло, все хорошо. Но, возможно, когда я поставлю красолу в грунт и начну потихонечку поливать, возможно, начнется какой-то рецидив. И поэтому, чтобы все-таки подстраховаться, я буду подсушивать эти толстые красолы чуть дольше, чем обычно. Кстати, такие толстые красолы и толще подсушивают иногда и по 2, и по 2, и по 2,5, и по 3 месяца, в зависимости от ситуации. Но я, по крайней мере, очень рада, что мне не пришлось срезать больше. Иначе бы от дерева ничего не осталось, и пришлось бы укоренять потом только ветки. Что, собственно говоря, и случилось с триколором. Что же случилось с нами двумя триколорчиками? Первое дерево подсохло очень хорошо. Буквально через 3 дня уже срез зарубцевался, подсох, и междоузлие было твердым. Это был признак того, что красола в порядке, и, собственно говоря, сегодня можно было бы его уже посадить на укоренение. Но, к сожалению, через неделю ствол той красолы попал в воду, не спрашивайте как, и простоял, наверное, в ней часа 2-3. И это спровоцировало рецидив, после которого, уже срезав снова часть ствола, ствол уже не подсыхал, а каждое следующее междоузлие все увидало, и увидало, и увидало. Это говорит о том, что ствол, что дерево было уже все испорчено. Поэтому мне пришлось срезать 2 оставшиеся веточки и попытаться их подсушить. Но, что касается второй красолы, то там ситуация была сложная с самого начала. Срез не подсыхал, то есть маленький кусочек под узлом, он завялился, и следующее междоузлие тоже пошло убедать. В последующие среды я срезала еще немножечко часть ствола, еще немножечко часть ствола, но следующее междоузлие все увидало, увидало и увидало. Поэтому я срезала веточки, поставила их сушить, история повторилась. И, собственно говоря, я уже абсолютно отчаялась, так как осталось одно междоузлие, я хотела уже их выкинуть. Но решила все-таки, что надо еще попытаться. Вот так выглядели красолки после конечной обрезки. Что я сделала? Я обмакнула их в уголь, в древесный уголь, и сразу же, собственно говоря, оботкнула в свой сухой грунт. И вот в таком положении они подсыхали, наверное, дней 10. Пару дней назад я вытащила их из грунта, чтобы посмотреть, стоит ли их удоренять и делать их участниками этого видео или нет. К счастью, все, больше междоузлия не увидало, оно осталось твердым. Это признак того, что инфекция остановилась. И вот сегодня я планирую поставить красолки на укоренение. Итак, вот они, наши череночки. Это все, что от них осталось, к сожалению, от двух красол. Очень жаль, но такое случается. А кончики черные, потому что я окунала их в древесный уголь. Но междоузли тверденькие, и это вселяет в меня надежда, что все-таки они удореняются. И, единственное, мне не понравился вот этот череночек. Вот она, пумпулька. Все-таки даже после обработки там пошла небольшая гниль, но остановилась. Поэтому этот череночек я оставлю немножечко подсушить на часик-другой, а потом опять воткну в абсолютно сухой грунт. И потом через недельку начну его поливать. Укоренять я буду череночки в своем суккулентном грунте и во влажном кокосе. Влажный кокос это не тот, который вы полили, а тот, который вы, возможно, замочили, как следует выжали и, может быть, даже дали ему часика-два просушиться. То есть, грунт должен быть абсолютно воздушный. Ну, все. Втыкаем череночки. Раз, два. Поливать я их не буду, так как кокос влажный. Обрызгаю я их, обрызгаю, не полью. Обрызгаю я их только когда кокос полностью высохнет. Вот так-то, чтобы они держались. Нет никакого смысла. Сейчас нет перешков. И поливать там извлечь, и я не вижу никакого смысла. Так, ну, а эти череночки поставлю сюда. Так, так, и сейчас я их опрыскиваю, опрыскиваю. Опрыскиваю я из поливеризатора. И я не промачиваю весь грот. Я промачиваю его только на глубину оставшегося междоузлия. То же самое здесь, немножечко на черенок. Только на глубину междоузлия. Пока нет перешков, нет никакого смысла, мне кажется, смачивать полностью весь грот в таканчике. Ну, все. Все. Ну, вот. Ну, а этот череночек через часик я просто воскнула в абсолютно сухой грунт. И, может быть, дней через пять или через недельку я тоже его опрыскаю. Ну, а толстоствольные красолы продолжат свою сушку. Как я уже сказала, недели три-четыре. И потом я их тоже поставлю в грунт на укоренение. Если вам понравилось видео, блог буду благодарна лайкам. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу. Ну, встретимся через месяц. И посмотрим, что у нас получилось. До скорой встречи.